Доброе утро, добрый день или добрый вечер, наши дорогие телезрители телеканала «Импакт». Мы рады приветствовать вас в программе «Влияние». Меня зовут Кристина и сегодня мы поговорим на тему «Влияние христианского творчества на окружающий мир». Итак, у нас очень много гостей сегодня в студии, поэтому я с радостью хочу вам представить семью Кернёвых. Это отец Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Это дочь Галина и сын Павел. Но это еще не все гости, у нас программа будет очень сжата и будут еще добавляться ваши дети, да? Да-да. Итак, Сергей Николаевич, вы как хотите, чтобы я вас просто Сергей называла или все-таки Сергей Николаевич? Просто Сергей. Просто Сергей. Хорошо. Скажите, пожалуйста, откуда вы родом? Мы сами из Молдовы. Родом из юга Молдовы, это Тараклия. Последние 10 лет, как мы выехали из Тараклия, 8 лет находились мы в Кагуле, который граничит рядом с Румынией, вот. А 3 года, как мы уже проживаем в Кишинёве. Так что мы жители Кишинёва. Я была неоднократно в Кишинёве, мне очень понравился этот город, а больше всего мне, наверное, в Молдавии нравится там Амалыга. Это очень вкусно и питательно. Итак, скажите, пожалуйста, вот вы приехали не один, вы приехали со своей семьей, давайте мы поговорим немного вот именно о вашей семье. Сколько у вас детей и чем вы вообще занимаетесь? Ну, у нас с женой семеро детей. Наши... Все родные, все ваши? Да, все наши. Хорошо. Все семеро музыканты. Все семеро? Да, музыкальная семья. Сколько мальчиков, сколько девочек? У нас трое мальчиков и четыре девочек. Угу. Шестеро студентов и один школьник. Ага, как так получилось, что вот все музыканты, потому что это тяжело, вот вложить вот в стольких детей сразу же вот такую любовь к искусству, к музыке. Это очень такая, можно сказать, большая работа. Ну, я бы хотел подметить, что иногда всё многое зависит от родителей, кем они хотят видеть своих детей в будущем. Поэтому коррекция на будущее детей зависит и от родителей. Мы в самом начале, когда еще были дети маленькие, имели желание, чтобы они были музыкантами, они могли, ну, участвовать в служениях, трудиться в церкви. Ну, так и стало. И даже, то есть, на каком инструменте кто играет, то есть, корректировали родители. А вы что, а вы или ваша жена играете на каком-нибудь инструменте? Как любители, да, не так, как наши дети. В молодости... Прямо заинтриговали. Хочется уже услышать. Вот как. Ну, в молодости мы любители, после любительности относились к музыке, что было что-то и у нас. А такой вот немного, очень такой шпетильный вопрос. А где вы встретились со своей женой? Ну, и с женой встретились в Тараклии. Мы знакомы были давно, до нашего брака. Вот. Ну, после настало время... Получается, выросли вместе, да, можно говоря? Почти, да. Ага. Хорошо. Значит, у вас семеро детей, и все из них играют, да? Да. И поют, наверное, тоже, да? Да, тоже, и поют. Хорошо. Дорогие друзья, мы сегодня, буквально через пару минут, послушаем это замечательное пение и вообще музыку. Поэтому не переключайтесь на другие каналы, потому что у нас именно вот эфир очень сжат, и очень-очень будет много полезной информации для вас. Скажите, пожалуйста, вообще, чем вы и вот ваша семья занимаетесь? Буквально 30 секунд, и потом мы послушаем. Ну, основное сейчас, основное занятие и время мы посвящаем музыке и служению. Поскольку музыка является неотъемлемой частью служения, то есть мы уделяем этому много внимания. Так давайте мы послушаем именно вот то, что вы играете, поете. Хорошо. И дальше продолжим нашу беседу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Замечательное исполнение наших друзей. Скажите, пожалуйста, вообще, как вам удалось привить музыку вот именно всем вашим детям? Потому что сразу видно талант на лицо и большое благословение Божие. Конечно, это кропотливая работа родителей и даже детей. Вы, наверное, очень много времени уделяли вашим детям. Да, да. Вот скажите, пожалуйста, почему вот именно важно уделять время детям? Ну, потому что дети, ну, потому что дети формируются, и от этого зависит будущее. Ну, скажите, вы, ну, сколько вкладываешь в детях, вы согласитесь с этой фразой, что дети, воспитание детей, это не то, что ты им говоришь, а они вот полностью твоя копировальная, можно сказать, машина. Да, 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 несомненно. Они полностью вас копируют во всем, да? Да, несомненно. Потому что вы должны являться примером. Да. Можно им говорить много-много всего, но по вашим поступкам они будут потом следовать за вами. Это правда? Еще такой вопрос. Они вот с малых лет играют, да, все дети? Да, с малых лет. И, наверное, начали играть где? В церкви или в школе или где? Ну, они начали сначала в школе обучаться, в музыкальной школе, а после, когда уже начали проблести того, то, что они могут, начали и в церкви участвовать. А почему вы выбрали такую аудиторию именно церковь, где вот дети начали практиковаться, я бы так сказала? Ну, потому что это сопряжено с нашим служением. Мы хотели служить Богу и наши дети, чтобы были посвящены этому служению. Поэтому мы начали именно с церкви. Значит, вместе, вместе с любовью к музыке вы прививали детям любовь к Богу. Аминь. Да? А вы вообще давно христианин? Ну, можно сказать, что я с 14 лет принял решение посвятить себя Богу. 14 лет я принял водное крешение. И, можно сказать, мои отреческие годы, моя юность прошла в Господе, и я хранил себя для Господа и для служения. Ну, я могу сказать одно, что со стороны видно, что вы замечательный отец. И, наверное, скорее всего, что у вас замечательная жена, у вас со вкусом все в порядке. Потому что, судя по тому, как играют дети и как они себя ведут, сразу же можно сказать первое впечатление о семье. Позвольте мне поговорить немного с вашими детьми. Галина, расскажи мне, как проходило твое детство. Мы жили в Староклее. У нас еще с самого детства мы как бы просто дома пели. К нам приезжала эта группа Патмос, они тоже играли на скрипках, и мы прям зажглись, мы их копировали. Очень важно. В смысле, что мы еще не играли на инструментах, но там брали палки и имитировали их. И у нас еще с самого детства вот это желание к музыке. Потом мы пошли в музыкальные школы, потом начали учиться. Конечно, были трудности, но благодаря родителям, настойчивости мы продолжали учиться. Еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что для тебя вот именно значит вера в Бога? Потому что, так как ты уже во втором поколении христианка, что для тебя значит, когда ты сама пережила вот эту встречу с Богом? Ну, как бы я родилась в христианской семье. Как бы, как любой человек, мы ходили на собрания. В воскресную школу наверняка. Да, 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 как и все. Но пришел момент, когда я просто осознала, что я хочу служить Богу, хочу посвятить именно искренне. Не то, что как бы постоянно с родителями. Значит, это вот опознание пришло немного попозже, да? Вот когда ты уже начала понимать. Да. Ну, для тебя важно вот именно вера в Бога? Очень важно, очень важно. Окей. А для тебя вот, Павел, что значит вера в Бога? Вот во сколько лет ты начал понимать, что ты... Ты бы не поменял, наверное, ни своих родителей, ни свою жизнь. Простите, что? Не поменял? Ну, как бы ты бы не выбрал бы других родителей или другую жизнь. Да, да, да. Я тоже рос, вот, я старший в семье, я рос в христианской семье. Но, как проходило время, я возрастал, и многие, ну, как бы давали отпечаток, это христианские лагеря. Первый раз я увидел себя грешником еще, когда мне было 12 лет. Я покалывался в лагере, но официально вот в 15 лет у меня вот было вот это твердое решение, что мне, я хочу быть именно в христианской семье. И до этого отец нам говорил, что, вы знаете, вы в христианской семье, но все равно вы должны посвятить себя Богу и открыть сердце для Духа Святого, чтобы Он возродил вас. Вот у меня следующий вопрос. Вот вы вместе служите, вы вместе братья-сестры, вы собираетесь наверняка дома, тренируетесь. Вот скажи, пожалуйста, вот что для тебя значит именно быть в семье музыкантов? Это, наверное, незаменимо, потому что музыканты, они, по сути, уже родственные души, а ведь еще вы родные. Да, я вам скажу, что это большое счастье, и я наслаждаюсь каждым днем и каждым разом, когда мы выходим на сцену, я благодарю Бога, что Он дал нам прекрасную возможность служить Ему и прекрасную возможность именно с семьей. Дело в том, что это именно когда мы с семьей находимся, то для нас это легче и единодушно мы идем вперед. Отец Сергей, как вас зовут? Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, кто занимается выбором репертуара у вас в семье? И потом у меня будет еще несколько вопросов, именно где вы представляете свой репертуар? Выбором занимаются дети, конечно, мы совместно. Ну, наверное, должна вот стоять жирная точка, вот как бы, если папа сказал, можно, значит будем играть. Если мне не понравится вот эта музыка... Это так. Ну, например, наверняка рок не играют ваши дети. Нет, мы стараемся, чтобы наша музыка была христианская. Ну, а что значит христианское? Что значит христианское? Это благоговейное. Это такая музыка, чтобы затрагивало сердце, чтобы человек, да, дух, чтобы человек располагался, он чувствовал, созерцал нечто важное, то есть присутствие Бога. Поэтому я понял, музыка от музыки... А как насчет, например, вот еврейская музыка или такая восточная, от которой вот просто ноги сами начинают идти в пляс? Да, я понимаю. А между прочим, молдавская тоже такая музыка? Да, да, ну, во-первых, у нас в наших произведениях очень много репертуаров. В Македонии мы имеем музыку на македонском, то есть произведение на македонском... А ладно, на македонский ладно больше. Да, 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 то есть стиль, колорит. В Болгарии одно, в Греции другое, среди арабов это совсем другое. И у нас, конечно, соответствующая музыка тому народу, которому мы служим. Вы являетесь отцом семейства, и вы также являетесь менеджером и продюсером, да? Ну, это может так громко, может громко, ну, по крайней мере, да. Да, дети сами выбирают музыку, мы вместе согласуем, ну, и, конечно, по решению совместному мы планируем и репертуар. Ну, по-любому, если кто-то договаривается пригласить вашу семью, наверное, больше к вам. Ну, да, конечно. В основном, да? Я бы хотела поговорить с вами о вашем служении. Расскажите, пожалуйста, в каких вы были странах, и с каким репертуаром, конечно же, и в каком составе. Нам это всем очень интересно, потому что наши телезрители наверняка еще не знакомы с вами, поэтому, мне кажется, это будет очень хороший дебют, вот именно на нашем телеканале, чтобы узнали вас. Ну, написано, будь малым, верен малым, над многим поставлю. Мы начинали с малого и старались оказывать верность этому. То есть, когда дети начали подрастать, учиться, мы посещали больных, престарелых, маленьких церквушках. А после как-то круг служений расширялся, где уже начали приглашать и в других служениях. Так началось наше служение в Молдове. А после однажды пригласили нас в Болгарию, мы поехали просто в гостях. А оказалось, что это было одно из первых серьезных служений. Когда подошел один из служителей и говорит, вы даже не представляете, какую роль вы для нас играете здесь. И после уже были предложения и далее пригласили нас в Греции. После Греции мы оказались в Македонии. В Македонии мы имели возможность проводить и участвовать в евангелиционных служениях. Это в Лондоне, в Италии и в других странах. Но однажды позвонил мне один брат из Молдовы. Он сейчас служитель в Стамбульской церкви. Это брат Георгий Дотсу. Где говорит, вы знаете, брат Сергей, хватит вам топтаться в христианских странах. Вы должны быть здесь среди мусульман. Есть большая нужда. И так мы оказались в Турции. Все вместе? Да. Вы не боялись за ваших красавиц, дочерей, что украдут? Это отдельный вопрос. Оказались в Турции. После Турции в Иераке, с Ираком мы в Ливане, в Иордании. И на данный момент планируется евангелизационное служение, где мы молимся, чтобы Господь подготавливал почву. И в октябре месяце у нас служение в Египте. Давайте мы побольше поговорим именно о мусульманских странах. Ваш первый опыт. Вы приехали в страна мусульманская. Там, наверное, в паранже все девушки ходили. Да, Галь? Конечно, да. Тебе пришлось одевать паранжу? Мы одевали шарфы на голову. Плотки, чтобы... Да, плотки. Ну, ты наверняка все равно отличалась от всех, потому что ты белокожая такая, светлая. А там девушки более такие подсмуглее, да? Да, абсолютно отличались. Ну, не страшно было? Или ты все время там под охраной, братьев, папы ходил? Ну, конечно, страшно было. Но старались об этом не думать, потому что это мешает сосредоточиться на служении. И где вы первый раз выступали в мусульманской стране? Вот именно... Это была Турция, да? Это Турция. Это было много людей там? Это было прямо на главной площади Таксим, в центре Стамбула. На главной площади мы остановились, мы играли. В это время братья раздавали Евангелие. А люди знали, что вы христиане? Да, они знали. Но почему-то вот появлялись люди, толпы народа, которые хотели нас слушать. Ничего не угрожало в вашей жизни? Ну, все было. Было, все. Все было. Я хотел сказать следующее. Важно посвящение. У нас есть некоторые моменты, о которых не принято говорить между собой, но мы все понимаем. И я даю возможность, чтобы каждый решал. Мы понимаем, что выезжая на служение в таких странах, тем более, где горячие точки, люди особенно расположены, открыты для принятия Слова Божьего. И мы понимаем и осознаем опасность и бывали в этих опасностях. Но важный момент, что каждый решает свое, то есть этот вопрос сам. Насколько посвящается Богу. Мы не говорим об этом между собой, но все понимаем, что выезжая, все не можем, возможно, что можем все не вернуться. Вы это вот прекрасно все понимаете, вы со всеми это оговариваете. Прекрасно, да, все понимаем. Мы не оговариваем. Мы даже не говорим на эту тему между собой. Но каждый решает сам. Ну и слава Богу. Это опасно. Вы понимаете, как родители, это опасно. И вы готовы все равно идти на такое служение? Я понимаю одно, что то, что мы даем Богу и ставим на алтарь перед Господом, Бог сохранит. В каком смысле? Мы понимаем, что все может случиться. Но этот вопрос мы доверяем Господу. А вот скажите, вот такой опять вопрос к родителю. Наверняка, наверное, у вас стоял выбор или быть в служении в семейном, или если не будете в семейном служении, вот как бы вместе служить Богу, а просто каждый пойдет на самотек, то вы можете таким образом потерять своих детей, вот именно они могут уйти в мир. Ну, конечно. Для этого и есть дети, чтобы и мы посвящали этих детей Господу. И наше желание было, чтобы они были благословением для Церкви, для народа Божьего, для мира с Его светом. Это, да, что было желание, мы над этим работали и молились Господу. Я бы хотела у вас спросить о следующей песне. Она называется «Молитва Отца». Да. А расскажите, пожалуйста, пока у нас есть одна минутка вообще, что это за песня, кто ее написал, где вы ее исполняете? Ну, обычно Библия восхваляет любящую жену, мудрую жену, мудрая жена устрояет дом свой. Ну, у вас наверняка мудрая, потому что я уже вижу, как вот все устроено, вот даже вот со стороны. Ага. Слава Богу. Но в семье ответственность несет отец перед Богом, перед Церковью и перед обществом. Поэтому, конечно, отец – священник в доме. И эта песня посвящена отцам, напев отца. Вы, наверное, на вас была именно ответственность, чтобы научить детей любить Слово Божие, как молиться, да? Вот вы вашим примером это все показывали. Ну, знаете, как-то не принято говорить громко о себе, но я далек от совершенства и стремлюсь к совершенству. Поэтому это то, что есть милость Божия, но да, к этому стремлюсь. Ну, так давайте мы сейчас послушаем эту песню и потом продолжим наш разговор. Звучал в семье, но бессердечный. ПЕСНЯ О вечном городе святом И поутру, и в поздний вечер С тоскою пел Отец о нем Он пел о городе святом Еще немного, и мы войдем туда Еще немного, с жемчужными вратами Забудем скорбь, и слезы навсегда Сам Иисус, Он будет с нами Отец учил с переживанием Скорбя детей не унывать И на коленях с упованием Сомнений стрелы отражать Вести борьбу и побеждать Еще немного, сердечно пел Отец Еще немного, все повторяли хором Построил нам художник и творец Искал недрагоценный город Прошли года, и город неба Встречал восторжен отца Он на земле героем не был И от людей не ждал венца Но верил Богу до конца Еще немного, и всеми сыновей Еще, еще, еще немного поют о небе дети Как пел с тоской о родине своей И отец когда-то песни эти Еще, еще немного, и мы войдем туда Еще, еще, еще немного, жемчужными вратами Забудем скорбь и слезы навсегда Сам Иисус Там будет с нами Итак, дорогие друзья Вот такое замечательное пение А у нас в студии уже, смотрите, немножечко Перестановка, и к нам добавилась Девушка Юля И... Вячеслав Вячеслав Вау, вы... Я бы не сказала, что вы все братья и сестры Потому что вы немного... Кто похож, кто не похож, да? Кто на папу, кто на маму, да? Да Окей, Юля, давай мы сразу же с тобой поговорим Чем ты вообще занимаешься по жизни Кроме того, что ты играешь на скрипке, да? Или на чем ты играешь? Да Я учусь в консерватории Закончила третий курс По классу скрипки А каким ты видишь свое будущее? Будущее... Начну с того, что вижу его только с Богом В служении Богу Свое будущее Ты не боишься, что тебя могут... Вот мы говорили об арабских странах Что тебя могут украсть Украсть? Да Ну, все возможно Но я знаю, что всегда Бог над нами Бог нас хранит И если даже что-то и будет, то... Ну, страх как такового ты пока не испытываешь, да? А скажи, пожалуйста, что ты вот именно чувствуешь, когда ты играешь людям? Ты понимаешь, что ты отдаешь себя и эмоционально, и физически? Вот что ты чувствуешь? Я всегда, когда выхожу, да, на сцену Я всегда молюсь, чтобы главное передать это духовно Передать людям то, что вот я играю Это не просто, чтобы выйти и поиграть, или показать себя, или что я там умею И чувствуется, когда, ну, например, Бог помогает и стараюсь передать людям Замечательно Вячеслав, к тебе вопрос А твое будущее? Мое будущее Это создать семью И вместе со своей семьей это прославить и дальше прославлять Бога Хорошо Я понимаю, что это все так написано в Библии Практически, расскажи мне Практически? Да, практически Ты встречаешь девушку С девушкой вы женитесь Как? Ты думаешь точно так же, как твой папа, привить к нему музыкальное служение? Или как? Я уверен, что в первое время необходимо наталкивать детей своих на занятия Желания нет Плакать, но они будут, я уверен Но вначале их надо подталкивать Ну смотри, но в то же самое время, что некоторые люди говорят Что вот меня родители заставляли играть Сейчас вот пианино ненавижу или скрипку ненавижу Не боишься такого, что можно перегнуть? Я не боюсь Почему? Потому что я тоже был на это же место Вначале я не любил этот инструмент А сейчас я не вижу смысла без него То есть я люблю этот инструмент И я даже в какой-то мере обижаюсь на отца Что почему он больше не давил Почему он больше не заставлял Вот можешь прямо в эфире сказать Пап, я на тебя как-то обижаюсь Поэтому если бы он не заставлял меня То я бы обижался очень сильно на него А сейчас я благодарен ему и ценю это Скажи, сколько времени уходит в день на репетицию вообще? На вот оттачивание новых, можно сказать, каких-нибудь звуков или движений? Я разыгрываюсь два часа Только разыгрываюсь На скрипке, да? Или у тебя най? Да, у меня най Разыгрываюсь два часа По четыре, по пять часов Ну а как это вот научиться в най вот так как-то дуть вообще? Я вот пробовала, у меня такие звуки, что лучше не слушать Учиться, учиться надо Терпение В первую очередь это терпение Правда, в первое время у меня не было этого терпения, этой усидчивости Но най, он вырабатывает терпение, вырабатывает усидчивость Поэтому со временем я больше и больше занимаюсь Это мне нравится Еще вопрос Когда вы ездите на евангелизации Вообще, какую роль вы несете, кроме того, что вы играете на музыкальных инструментах? Вам приходится проповедовать, общаться с людьми? Да, конечно У нас три цели в нашей жизни Это прославить Бога, донести людям Евангелие И третья цель это показать в нас Бога Через нас показать Божью святость Поэтому, конечно, это мы и славим Бога, и проповедь Евангелия У нас больше отец проповедует Ну мы, конечно, через музыку и общаемся с людьми Юля, ну вот, например, приходит к тебе девушка И она тебе рассказывает свою какую-нибудь историю Естественно, она, например, не пойдет, парням не расскажет А вот доверяет тебе Будешь ли ты с ней молиться И расскажешь ли ты ей о Боге? Бывает такое? Конечно, разные ситуации бывают А бывает такое, что вот приходит, рассказывает тебе ситуацию А ты вот даже не знаешь, что ответить И ты потом в уме начинаешь молиться Бывает И потом откуда-то приходит ответ, да? Бывает все, что ищешь у себя, там, молишься, Боже, что мне сказать? Бывает, конечно, разные люди, ситуации Замечательно, молодцы ребята У меня будет следующий вопрос, Сергей, опять к вам Говорят, что без музыки жизнь была бы ошибкой, правда? Может быть Может быть Это сказал один очень известный человек Вот В древности были три направления влияния музыки на человеческий организм На духовную сущность человека, на интеллект и на физическое тело Вы в этом согласитесь? Да Расскажите, пожалуйста, вот именно Ваша музыка влияет на что? На первое На духовный интеллект человека Мы, по крайней мере, стараемся, чтобы это было Потому что это остается Это меняет сознание То есть касается человеческого сердца Человек начинает думать, осознавать, кто он Куда он должен идти Какие должны быть цели, приоритеты в жизни То есть через музыку доносить слово Бога Поэтому музыка должна быть соответствующей У меня вот такое, можно сказать Очень личного характера вопрос Влияет ли ваше духовное состояние Или вот, например, ваши ребята На музыку, которую вы исполняете Вот, например, не получился день Вот что-то вот Мы же все ошибаемся, правда? Влияет ли? Конечно, влияет То есть музыка на духовное состояние Так я понял? Нет, я имею в виду, нет Ваше духовное состояние уже на музыку Да, да, конечно Почувствует ли человек, что что-то не так в вашем состоянии? Да, 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 то есть музыка Это выражение иногда духа То есть Естественно, то, что внутри Это выражается в музыке, в словах, в речах К примеру, у меня, когда день не удался Или что-то в духовном сфере У меня что-то не в порядке То вечером, к примеру, когда у нас служение Евангелизация Я себе чувствую, чувствую дискомфорт Чувствую, я не могу играть Не соответствую Да, поэтому старайся перед служением всегда подготавливать себя Если я не готов, я прошу Бога прощения Я молюсь Это разве только перед служением нужно себя подготавливать? Или это, в принципе, должна быть Это всегда Стиль жизни уже такой А у меня такой вопрос еще К музыкантам, к певцам или вообще к творческим людям Очень легко может подобраться в гордость Ну, я права, правда? Красиво сыграл, и все, такой кайф Скажите, пожалуйста, вот как с этим бороться? Вчера буквально вечером, да и мы практикуем Вот мы собрались, беседовали, рассуждали, молились Делали анализ своих ошибок, своих промахов Каялись, просили прощения друг у друга И единственное желание жить в духе Евангелия В слове Божьем, отображать святость Божию Поэтому такое, как гордость, может подкрадываться каждому Или это было Или родные братья и сестры не дадут вас гордиться Ну, может быть Но я бы хотел сказать один момент Когда в нашей семье мы любим гостей Было очень много иногда гостей С различных кругов Ну, подошла, была одна учительница Она выходит, говорит О, я готова поклониться вам в ноги О, как прекрасно, как у вас После подошел, то есть был в гостях Ну, управляющий банка Мы как-то стараемся беседовать Держать отношения Он с женой был Выходит, говорит Ну, у вас, ну И как-то иногда прокладывается мысль Да, ну Пришлось как бы достичь чего-то Ну, приятно же, правда Когда вы говорите А после После ловишь себя и думаю Господи, если не ты Если бы не милость твоя Если бы не слово твое Кем бы я был И было ли бы в вашей детей И было ли бы все это Это правда Вся слава принадлежит Богу Это правда И только Богу Но в то же самое время я бы хотела бы у вас спросить Вы поощряете своих детей Вы говорите Молодец Молодец Ты умница Я скупой Я скупой Вы скупой Хорошо Тогда у вас Это бывает очень редко Но метко И отец редко нас хвалит Но это, возможно, и хорошо Скажу, что гордость у всех она есть Но я понимаю, что Если мы дадим место гордости То на этом все закончится Бог отберет все Потому что написано Бог гордым противится А смиренным дает благодать Поэтому понимаю И каждый день Когда вот сцены приходят Хвалят Я всегда молюсь Говорю, Боже Внутри себя Это тебе слава Я всего лишь раб Ничего не стоящий Я инструмент в руках твоих Я понимаю Но я вам хочу Небольшой случай о себе рассказать Когда я была маленькая Когда я училась играть На пианино или петь Для меня было самое важное Что скажет обо мне мой отец Что скажет мне мама Как я спела, например Мне было не важно Что подошли вот те 50 человек Им понравилось А вот если папе не понравилось Значит, ну, потому что Он знает меня, он слышит Для меня это было вот самое важное И когда вот ему не нравилось Меня это очень сильно огорчало Потому что я вот именно Старалась ему что-то доказать Ну, если что-то не так Это я не упущу возможность Подчеркнуть Но это так Но при всем этом То есть мы стараемся Чтобы направлять это к Богу Чтобы вся слава была Богу Иногда и Бог останавливает Когда уже вот в служении Он это Просто Бог есть ревнитель Он не позволит Чтобы его дело Вот просто так превращалось Даже на премьере своем Я обычно, когда я выхожу Я молюсь Вот И стараюсь, чтобы не было Слишком такой уверенности Да, что я сейчас выйду Я сейчас сыграю Как бы это должно быть Это Бог дает И вот Я вышла, значит, даже это вчера было Выхожу на сцену Так, помолилась И была еще большая публика Такое немного волнение Я сыграла все Как должно быть Потом, когда на следующем служении Как-то наспех Я быстро выбежала И не успела помолиться И тут я так уверенно Сейчас сыграю Так получилось, что на ровном месте Вот я что-то запнула И все И то сыграла Вот я уже для себя взяла Чтобы вот я понадеялась на себя И вот у меня такое получилось Понятно Это уже на ошибка Вот Сергей Опять вопрос к вам Какие страны вы еще планируете посетить Кроме Египта и Ирака? Конечно, для меня Вот слово Ирака У меня уже просто Мурашки по всей коже Это нужно быть очень смелым Чтобы туда ехать Еще плюс Со своей семьей Вот Ну, когда вот чувствуешь Что нужно Что это Бог делает Что Бог отправляет То наверняка нужно Лучше послушаться, да? Ну, у нас уже запланировано И запланировано Во время и место Ну, по крайней мере Я бы думал, что не стоит озвучивать А в Израиль Вы не планируете поехать? Не были еще Имеем желание попасть Быть в Израиле Имеем Но По крайней мере Наша мечта Побыть в Израиле Но Времени не хватает Для этого Хотя Вы видели Израиль С ливанской стороны Со стороны И по рассказу Продолжение следует... 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 То есть люди становятся невменяемыми просто от слышания слова «Иисус Христос». Поэтому здесь различная реакция была. Понятно. Спасибо. И еще момент, что наше служение здесь зависело, то есть служение там. Почему мы настолько времени как бы задержались в Америке? Потому что каждую неделю мы благословляли тех братьев, которые там. И от пожертвования братьев-сесер, которые здесь благословляли нас. Вот у нас есть действие, сиди, то, что мы предлагаем. И мы их не продаем. Это принципиально. То есть мы дарим, кто желал участвовать в этом служении. То есть могли пожертвовать. А значит, вы вот свою продукцию не распространяете так вот именно за финансы? Нет. За добровольные пожертвования? Нет. А почему вот такое у вас пришло? Потому что мы видим проекты. Мы молимся Господу об этих проектах. И каждый проект, конечно, сопряженный с финансовыми расходами. Он за нами не стоит кто-то. Мы иногда через миссию даем информацию, через некое, то есть статьи пишем о служении. Но всегда мы ждем, через кого Господь будет действовать. Единственный момент. Я бы хотел подчеркнуть, действительно, как Господь заботится. Мы проводили служение в Турции, где запланировали закупить 10 тысяч евангелия. И встречаемся с братом, то, что организуем. Он говорит, денег нет, ничего не будем делать без денег. Они говорят, ну, нет у меня таких возможностей. Мне говорят о том, что у Бога нет. Через 4 дня звонит один служитель, говорит, в нашей церкви есть брат, он один из бизнесменов, который расположен купить 10 тысяч евангелий для Турции. Говорю, это ответ от Господа. И таких много-много примеров. Времени нет говорить об этом. Ну, хотя бы еще один. Мы говорим Господу, ну, еще один. Мы выезжаем, должны выезжать в Ливан на евангелизацию, где очень много, где уже идет реклама. Полным ходом. Нас ждут. Если спросили, чем вы поедете, мы не знаем. Осталось где-то 4-5 дней, у нас нет ни средств, ни билетов. И ждем, через кого же Господь будет говорить. Я уже позвонил одному брату, говорю, займи, чтобы купить билет, а после будем собирать и уже возвращать эти деньги. Он говорит, ну, сейчас, через 5 минут, это был брат Петр Качук из Вержения. И говорит, сейчас посоветуемся, а через 5 минут звонит, говорит, мы вам покупаем билеты. Не надо ничего не возвращать. Говорю, это ответ от Господа. И так, многие еще моменты. Слава Богу. А я также хочу представить вам, наши дорогие телезрители, опять у нас сменилась следующая пара людей. Итак, у нас в студии Вера. Вера, а тебя как зовут? Эммануил. Эммануил. Вы, наверное, уже младшие самые, да? Нет, я средняя из девочек. Ага. А на каких инструментах вы играете? Я играю на скрипке и еще занимаюсь вокалом. А ты? Я играю на виоле. Альт. Он больше скрипки. На виолончели? Нет. Он меньше виолончели. Чуть поменьше, да? Он меньше скрипка и виолончели. Интересно. А кто вам вообще подбирал именно инструменты, на которых вам играть? Родители или вы сами как-то выбор делали? Наверное, сами захотели на скрипке, а потом я захотела на вокал. Это мне ближе. Ага. С детства пою. Ну, а папа как? Строго относится к вашей музыке? К учебе. Очень. Вы, наверное, самый настоящий критик, да? Вот именно для своих детей. Ну, я еще раз возвращаюсь к этому моменту, что во многом родители корректируют будущих своих детей. Я бы хотел обратиться также к тем родителям, которые имеют желание, иногда сталкиваются с проблемой, и говорят, дети не хотят, и ничего не получается. Очень яркий пример иммуногима. Когда мы решили с мамой, что он будет музыкантом, то есть послали или определили в музыкальную школу, то мать его водит в музыкальную школу, в одну руку, одной рукой держит его скрипку, с другой тянет за руку, а он идет и такими большими слезами плачет и говорит, я буду обижаться на вас в жизни, что вы дали мне на скрипку. И вот так продолжалось некоторое время. После приглашает меня преподаватель и говорит, слушайте, не мучайте ребенка, не получится от него никакого музыканта, тем более скрипыча, оставьте его в покое. И казалось, и он не хочет, и она говорит так, то есть нужно было поставить на эту точку и все. Но я сказал, что мы еще не будем торопиться с решением, еще пройдет время, мы посмотрим. Прошло время, мы побеседовали с ним, и он подрос, а после как будто поменяли его и ее. Она говорит, у вас какой старательный мальчик, о, как он хорошо пошел. И он это понял. А через где-то полтора года звонит, мы были в поезде, он звонит и говорит, папа, я почувствовал какую-то важную новость, он хочет сказать. Оказывается, он взял второе место в республике по классу скрипок, стал призером Молдовы. Поздравляем. Вот. И это не все, его заметили. И из консерватории, один из лучших преподавателей, вот, заметил его, перевели его в школу музыкальную, то есть в лице, да, где одаренные дети. И сейчас этот специалист, где многие бы мечтали, чтобы его дети занимались, их дети занимались с ним, то он занимается с Эммануилом. И если бы на этом поставили точку, казалось бы, все закончилось, но мы видим результат. А как вы относитесь, вы вот упомянули слово конкурс, как вы относитесь, если бы ваши дети участвовали в разных конкурсах? Ну, это же все-таки, как бы тоже, это какой-то музыкальный рост, достижения, какие-то препятствия. Ну, это проводилось в рамках всех музыкальных школ Республики Молдова. Нет, я понимаю, я говорю, ну, в принципе, если бы сейчас. Ну, в принципе, мы каждый момент рассматриваем, и к каждому моменту подходим, ну, с особой тщательностью, участвовать или не участвовать. Ну, мы стараемся не мешать, иногда зерно смекине. Угу. А я бы, опять же, хотела спросить о вашей жене. Она с вами путешествовала? Или... Да, ну, конечно, я бы хотел сказать о жене, что, наверное, ей больше всего трудно. Она путешествует, не путешествует, но участвует с нами в служении. Ну, было и в Турции, был один момент особый с переживанием. Я отношусь к этому и всегда свидетельствую об этом. Когда я с женой, с детьми мы находились, это было 24 сентября, загрузили 2000 евангелий, поплыли на одном пароходе, где должна быть евангелизация на острове. Я здесь увидел, как одна девушка подозрительно себя повела. Она плотную подошла к нам с одной сумкой и остановилась. Я замер. Три секунды я ожидал, что сейчас произойдет взрыв. Я принял ее за смертницу. Я только сказал детям, дети, уходите, сразу же все, чтобы все не разбежались, уходите по одному. А я уже проверял себя, насколько готов встречаться с Господом, в мире или я со всеми. Ну, Господь миловал и сохранил. Но дал возможность испытать, насколько мы готовы жертвовать собой, не только говорить, но и жертвовать то, что мы говорим. Так она оказалась смертницей? И она не оказалась смертницей. Ну, напугала до смерти. Это произошло. Мы проверили себя. Поэтому, когда провожает нас, конечно, мы всегда прощаемся. И, наверное, больше всего труднее ждать. Она ждет. У нас осталась буквально одна минутка. Вы можете сейчас пожелать нашим телезрителям, что вы хотите пожелать. Поощрить их, призвать, поддерживать вас и поблагодарить вашу жену за то, что она вас ждет. Ваше время. Иногда задают, недавно была программа по телевидению молдавскому о нашей семье, и задали вопрос. Ну, как бы успех или секрет благополучной семьи. Я хочу ответить и всем телезрителям. Секрет очень прост, что мы всегда стараемся, чтобы в нашей семье авторитет было Слово Божие. Мы все люди несовершенные. Но когда мы ставим авторитет Господа, то все становится на своих местах. Знают и отец, и другие. Спасибо большое. Итак, дорогие наши друзья, с нами сегодня была семья Керневых. Итак, у нас сегодня в студии был Сергей Николаевич, отец. Потом была дочь Галина, сын Павел, Вячеслав, Юлия, Вера и Эммануил. Как вашу жену зовут? Мария. Также у нас, как бы не было в студии, но она поддерживала нас духовно. Мария. И младшая дочь Лена. И младшая дочь Лена. Спасибо вам за просмотр. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров 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 А.Кулакова